Довольно часто бывает, что в мои руки попадают интересные гаджеты, но из-за их нишевости до обзора так и не доходит. Максимум могу снять шортс и на этом всё. Но учитывая, что вы довольно давно просили снять обзор на Razer Edge, сегодня как раз-таки поговорим именно об этой необычной портативке от именитой компании. Что она из себя представляет, стоит ли её покупать и так далее. В общем, будет интересно. А учитывая, что это один из первых русскоязычных обзоров, ещё и полезно. Приятного просмотра! Начнём, наверное, с концепции, потому что многие не до конца понимают, что это за устройство. Это никоим образом не конкурент Nintendo Switch или других портативок, так как цель у этого устройства немного другая — это стриминг. Так что по факту это скорее конкурент PS Portal от Sony, и чем дальше мы будем заходить в обзор, тем больше поймёте, насколько эти устройства похожи. Разница, по сути, только в том, что Sony накатила кастомную прошивку, заблокировав все остальные функции, в то время как Razer даёт возможность использовать устройства, за которые ты платишь, как тебе захочется. А область применения реально огромная, ведь по сути это планшет с 7-дюймовым экранчиком, кастомным чипом от Qualcomm и даже активным охлаждением под крышкой для каких-то требовательных задач. Но в основе всё равно лежит чистый Android. То есть помимо стриминга можно запускать обычные Android-игры, эмуляторы, приложения, браузер и использовать его как мини-планшет, отсоединяя геймпады. Но основной упор всё-таки делается именно на стриминг. Поэтому здесь самые топовые интернет-модули — 144-герцовый экранчик и из коробки предустановленные приложения xCloud от Xbox, GeForce Now от Nvidia и Steam Link с API Games для запуска игр с ПК. То, что все эти сервисы есть, это, конечно, хорошо. Но как для них покупать игры, если напрямую это делать невозможно? Притом как для консолей, будь то Xbox или PlayStation, так и на ПК, в Steam и даже на смартфонах нельзя покупать валюту в играх. Хорошо, что есть телеграм-канал GeekStore, которые помогают с решением всех этих проблем. В телеграм-канале вы можете приобрести любые игры на все платформы, включая пополнение баланса с продлением подписок, что невероятно удобно, ведь всё это в одном месте. О безопасности беспокоиться не стоит, ибо работают ребята с 2016 года, и им уже доверяют многие геймеры, в чём вы можете убедиться в беседе с отзывами реальных покупателей. Поэтому ссылку для вашего удобства оставлю в описании, переходите и покупайте игры с подписками выгодно и безопасно на любую платформу. Ну а вот, чтобы играть в игры, существует множество вариантов, даже среди портативного гейминга. Про Nintendo я уже упоминал, но также не стоит забывать про Steam Deck, Rock Eli и другие портативные ПК. Или даже альтернативные стриминговые устройства по типу Logitech G-Cloud, обзор на который вышел как раз-таки где-то год назад, и там была по сути та же проблема. Я изо всех сил пытался подвести хоть какие-то итоги тем мыслям, которые возникли об этом планшете. Ведь с одной стороны, он удивил невероятным качеством и удобством использования, а с другой имеет некоторые фундаментальные недостатки, которые не просто мешают, а не дают быть полезным этому устройству, так что предлагаю обо всём по порядку. Как уже сказал, если не вникать в тонкости, это обычный планшет, просто с которым в комплекте идёт съёмный геймпад. Здесь стоит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти с поддержкой карточек до 2 ТБ, так что с хранилищем проблем не будет. А вот процессор. Установлен Snapdragon G3X Gen1. Технический прост 2021 года, и по производительности его обходит любой современный смартфон. Например, Red Magic 9 Pro. Просто квадратный телефон с безрамочным экраном и такой же диагональю, так что как альтернатива вполне себе может быть, правда он дороже. Да и упор в Razer Edge делается немного на другое. Здесь установлен Wi-Fi модуль 6E, который в сравнении с обычным имеет 14 дополнительных каналов, да и в целом поражает своей скоростью. Также есть версия этого планшета с поддержкой сим-карты, с которой можно даже звонить. Так вот, эта версия поддерживает в том числе и сети пятого поколения, хотя и не у нас, но скорость тоже поражает. Это, кстати, то, за что я ругал Logitech G Cloud, куда почему-то установили старые модули, из-за которых картинка нередко сыпалась, подвисала и в целом чувствовалась кисельность управления из-за задержки. Хотя, казалось бы, в стриминговом устройстве, ну уж на этом экономить точно не стоит. К счастью, в Razer это чётко понимали, поэтому со стримингом здесь нет никаких проблем. Ну почти. Нужно понимать, что сам стриминг-технология довольно своеобразная и у каждого будет работать по-разному. На качество итоговой картинки влияет расстояние к серверам, скорость интернета, нагруженность сети и так далее. Но в целом, по ощущениям человека, который киперпанк по стримингу прошёл в портативе на Nintendo Switch, об этом, если что, есть отдельное видео на канале, всё играется очень даже неплохо. Я почти не заметил, чтобы картинка где-то сыпалась или подвисала. Случалось, конечно, что вырастал пинг и появлялись задержки, поэтому в какие-то мультиплеерные шутеры играть явно не стоит. Но в остальном, в одиночные игры здесь гамать приятно. Однако, опять же, учитывайте, что у каждого будет свой экспириенс. Но что поражает, даже Sony в своей стриминговой портативке не добилась такого же результата. Кто смотрел обзор PS Portal, наверняка помнит, какие там были артефакты. В любом случае, это лишь один из возможных сценариев использования данного планшета, но ведь есть и другие. Так как, по сути, как уже говорил, это обычный планшет. Он отлично справляется со всеми задачами, включая игры с плеймаркета. В этом, никто, думаю, не сомневался, но интересно здесь другое. Геймпад Kishiva 2 Pro, который, к сожалению, отдельно купить невозможно, и он просто шикарен. Я, как человек, увлекающийся портативным геймингом, перепробовал разные пады из Китая, и ни один даже рядом с ним не стоит. Чего только стоят адаптивные триггеры, в то время как даже на свече обычные кнопки без возможности дозировать газ в гонках и так далее. А здесь всё это есть. Кнопки нажимаются приятно, расположены удобно, ничего не скрипит и не люфтит. Звучит, как будто бы я пытаюсь вам впарить этот геймпад, но всё равно отдельно он не продаётся, поэтому какая разница. Если реально из портативных геймпадов это лучшее, что я держал в руках. Однако есть и извечные проблемы таких устройств. Это маленькие стики. Притом по форме и по вылету они мне чем-то напомнили даже свечовские, вот один в один. И проблемы у них тоже общие. В играх от первого лица точно целиться очень проблематично, так как ты или увеличиваешь сенсу, чтобы нормально вращать камеры из-за небольшого хода стика, или уменьшаешь, чтобы точно целиться, что по отдельности не очень удобно. Благо человечество придумало вот такие накладки на стики. Они делают их повыше и соответственно амплитуда увеличивается, позволяя нормально контролить камеру. Но даже так они постоянно слетают при переноске и увеличивают шанс повредить стики. Однако это уже придирки. В остальном геймпад топ, жаль отдельно не продаётся. Но есть аналог Backbone, дороговатый конечно, но тоже качественный. В остальном планшетом можно пользоваться и без геймпада. Например, для чтения книг, просмотра фильмов и так далее. За счёт того, что экранчик имеет высокую плотность пикселей, достаточную яркость и хорошую цветопередачу. Плюс высокая производительность позволяет легко переключаться между кучей вкладок гугла, а 144-герцовый экран наслаждаться любимыми играми, фильмами или сериалами. Хотя мне в таком устройстве не хватило подставки, как например в Nintendo Switch. Стоит также упомянуть и про эмуляторы. Фишка не самая актуальная лично для меня, так как я предпочитаю в старые игры гамать на старых консолях для аутентичности и атмосферности. Но тем не менее, возможности эмуляции Razer Edge тоже впечатляют, хотя и ограничены функционалом андроида. Но учитывая, что на него недавно портировали даже эмуль PS Vita, хотя не до конца рабочий, но которого ранее в принципе не существовало, то это уже достижение. Как впрочем и эмуляторы Nintendo Switch, способные запускать простенькие игры, но до Зельды ему конечно далеко. А в остальном, какие-то ретро от PSP и до PS2 с геймкубом, здесь проблем вообще не возникает запускать. И если учесть сколько там игр, то данная портативка становится просто идеальной игровой станцией. Но тогда нужно больше памяти, так как даже игры для PS2 в среднем весят около 4 гигов. И это не считая мобильных новинок по типу Геншина, которые весят около 50 гигов, почти половину от всей памяти портативки. Но как и говорил в начале, в конце у меня довольно противоречивые мысли. С одной стороны, штука реально интересная. С другой, её функционал заменит любой смартфон, тем более современный. Например, из недавней подборки игровых смартфонов, которая вышла недавно. Тот же Red Magic 9 Pro из их числа. По сути, это даже усовершенствованная версия Razer. Та же диагональ, безрамочный большой экран, высокая герцовка с игровым режимом и даже свой кулер, как у Razer Edge. Только процессор помощнее и цена побольше, но к цене мы ещё вернёмся. По сути, к Red Magic можно докупить тот же Backbone геймпад и получить ровно такое же устройство, но за много денег. И вот теперь о ценах. Если Switch официально стоит 299, PS Portal — 200 вечно зелёных, а схожая Logitech G Cloud в районе трёх сотен, то сколько, по вашим предположениям, может стоить Razer Edge? Если не знаете, напишите свои предположения в комментариях. Так вот, эта штука стоит целых 400 долларов. На секундочку, как базовая модель Steam Deck'а, а она запускает игры не по стримингу с привязкой к интернету, а на собственном железе. Да, там тоже есть свои нюансы, но за что 400 долларов, по сути, смартфоне, к которому в комплекте положили геймпад? И на этой дилемме у меня строятся все выводы. Если отбросить цену, устройство неплохое. Но отбросить ты её всё равно не захочешь, так как если Razer понравится, тебе за него придётся всё-таки заплатить. И тогда возникает куча интересных альтернатив даже подешевле. Пускай PS Portal не такой портативный, залоченный из коробки, но его уже недавно взломали, запустив эмулятор PSP. И дальше, я думаю, будет только больше. G-Cloud пускай и не обладает современным железом для стабильного интернета, но всё равно делает своё дело в половину дешевле. И я бы понял, если бы Razer был обычным телефоном, но у тебя огромные квадратные рамки, что вместе с геймпадом смотрится, конечно, хорошо, как единый планшет. Но без геймпада это скорее планшет, нежели телефон, и пользоваться им на повседневе, таская с собой, не очень удобно. Короче, я снова пришёл к тому же выводу, что и год назад в обзоре G-Cloud. Мы ещё не готовы к стримингу, по крайней мере в большинстве своём. Отличной альтернативой является Switch или Steam Deck, где играть можно без интернета. Да и просто можно купить обычный смартфон, докупить до него геймпад и будет тот же Razer Edge. Поэтому советую посмотреть подборку игровых смартфонов, ссылку на которую оставлю в описании, ведь там всё то же самое. Пишите своё мнение в комментариях, что думаете. Мне лично портативка понравилась, но даже я понимаю, что найти покупателей для неё будет ой как непросто. Ну и конечно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новых видео когда-нибудь завтра на этом же канале.